Детский сад 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 утвержденными постановлением правительства Российской Федерации. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики, по результатам расчета величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год составляет 16 753 рубля. В возверженных правилах указано, если рассчитаны по формуле прожиточный минимум пенсионера будут ниже значения в текущем году, то минимум на следующий год устанавливается таким же, как и в текущем году. То есть величина социальной доплаты к пенсии не уменьшится, а останется прежней. В этой связи величина прожиточного минимума пенсионера в Ниинском округе на 2020 год устанавливана на уровне 2019 года, то есть в размере 17 956 рублей. Межрайонная налоговая служба по Архангельской области и Ниинскому округу напоминает гражданам о необходимости уплаты налогов физических лиц за 2018 год. Срок уплаты земельного, транспортного и имущественного налога не позднее 2 декабря текущего года. 16 тысяч налоговых уведомлений Межрайонная инспекция уже отправила адресатам, как через Почту России, так и в электронной форме. Общая сумма сборов в этом году составит порядка 47 миллионов рублей, что на 3 больше, чем годом ранее. Это земельный, транспортный и налог на имущество. Оплатить их с этого года можно и при помощи единого налогового платежа, который является аналогом электронного кошелька. В этом году свои налоги можно заплатить по квитанциям, по налоговому уведомлению, в котором у нас указан штрих-коды и QR-коды об оплате налогов. Но также можно в этом году воспользоваться уплатой единого налогового платежа. Доступ к нему можно получить через личный кабинет налогоплательщика. То есть можно внести денежные средства в виде авансового платежа. И по сроку уплаты с этого электронного кошелька уплата налогов спишется автоматически. Через Почту России уведомления получат 12 тысяч жителей округа. 500 из них уже оплачены в почтовых отделениях. В настоящее время квитанции об оплате вместе с заказным письмом почтальоны приносят на дом. В ближайшее время планируется, что и оплатить их можно будет дома. Одно из новшеств, которое мы хотим в ближайшее время запустить, это то, чтобы вот эти налоговые письма по возможности клиент сразу оплачивал на месте. То есть у нас будет специальное мобильное устройство, которое почтальон будет носить с собой и предлагать клиенту прямо на месте оплатить налог. Если по каким-либо причинам налогоплательщик не получил уведомления за месяц до наступления срока уплаты, то ему следует самостоятельно обратиться в налоговый орган по месту жительства. Сейчас это можно сделать и в выходные дни 5 и 19 октября. Время работы с 10 до 15 часов. Для владельцев аварийного жилья упростили покупку новых квартир. Соответствующие изменения в окружной закон о выкупе аварийного жилья были одобрены на сессии регионального парламента. В частности, уточняется одно из требований к дому, в котором находится жилое помещение, приобретаемое гражданином с использованием средств компенсационной выплаты. Согласно действующей редакции закона, процент износа дома, в котором находится такая квартира, не должен превышать 30%. Для предоставления сведений о степени износа дома, граждане должны инициировать процедуру оценки дома, стоимость которой зависит от объема объекта обследования. В случае приобретения квартиры в многоэтажном многоквартирном доме, собственник аварийного жилья для подтверждения допустимого процента износа такого дома несет существенные затраты. Когда вообще закон это принимали, он был новый совершенно и для Нинска, и для других регионов. Изначально договорились о том, что если потребуются какие-то изменения, то мы их обязательно примем для того, чтобы сделать эту процедуру удобной для граждан, чтобы было меньше бюрократических всевозможных препонов для получения возможности компенсации за аварийное жилье. Было достаточно много обращений, большие сложности возникли с тем, что износ дома, в котором хотят приобрести квартиры жители, граждане, он должен составлять до 30%, и это подтвердить было достаточно сложно, потому что граждане могут приобретать квартиры на всей территории Российской Федерации, у нас здесь в городе. И для того, чтобы дать эту оценку, БТИ требовалась оценка всего жилого дома, а не одной квартиры. Поэтому это было достаточно затратно, и люди неоднократно и к нам обращались, и в депутатский корпус. С учетом мнения жителей региона, было разработано дополнительные условия для приобретения жилого помещения. В частности, предлагается оценивать сведения о сроке эксплуатации дома, исчисляемого с года его постройки. Эти данные содержатся в кадастровом паспорте жилого помещения, поэтому их предоставление не обременительно для граждан. Мы устанавливаем 30% износа, должны подтвердить, если дома уже превышают те сроки, которые мы определили сегодня в изменениях. Это кирпичные дома 15 лет, деревянные дома 7 лет и быстровозводимые конструкции 10 лет. Все остальное необходимо будет подтверждать, потому что, например, есть дома после капитального ремонта, и, естественно, у них процент износа уменьшается, если серьезно были отремонтированы несущие конструкции, такие как фундаменты, кровля, утепление фасадов. Это все влияет на процент износа. Поэтому, я думаю, что, по крайней мере, меньше будет беготни и волокиты у людей для того, чтобы встать на очередь и получить эти компенсации. Как отметила Валентина Саутина, проект закона вступит в силу после подписания губернатором округа и официального опубликования документов в средствах массовой информации.